Итак, вы на собеседовании в топовой юридической фирме вашего города. Или у вас есть бизнес-идея, вы пришли в банк, чтобы получить самый большой кредит в своей жизни. Может вы консультант, к которому пришел клиент, долларовый мультимиллионер. Друзья, реальность такова, что в умах людей есть представление, как выглядит успех. Если вы не соответствуете ожиданиям, если вы не подходите, вы начали с ошибки. И сегодня я расскажу, как выглядеть на миллион баксов, без траты на это целого состояния. Первый совет для улучшения стиля. Я не говорю о ношении костюма на каждую встречу. Посмотрите, что люди из этой индустрии носят, и те, кто вас окружает, и поднимитесь на ступеньку выше. Так большинство людей носят худи, но как насчет свитера. Который здорово выглядит и подчеркивает ваше телосложение. Окей, большинство людей носят футболки. Как насчет надеть вместо нее рубашку? Большинство людей носят рубашки? Тогда накиньте спортивный пиджак. Большинство постоянно или периодически носят спортивные пиджаки? Вы можете поднять ставки, надев костюм. И опять же, это можно применить и к повседневной одежде. Они носят потертые джинсы с дырками, ну тогда наденьте темные джинсы. Теперь поговорим, как прокачать вашу обувь. И для большинства из вас это может оказаться огромным афгрейдом и большой победой. Но вы можете сказать. Антонио, у меня есть кожаные ботинки, разве недостаточно? Эта пара слишком повседневная. Вы не наденете их с костюмом, потому что их форма, покрой, тип кожи подходят к определенному стилю. Они не будут подходить ни к чему, кроме джинсов. А вот Челси, посмотрите на их нос. Гораздо меньше, очень элегантные. Также обратите внимание на кожу на этих ботинках, как она блестит. Они более нарядные, я могу надеть их с повседневным костюмом, но вряд ли с полноценным деловым костюмом. Потому что не тот стиль, но все же можно попробовать. Теперь поговорим о повседневной обуви. Эти ботинки немного наряднее первой пары, которую показывал. И в целом они качественнее. Подошва прошита по технологии Гудьер, резиновая подошва и с рантами. В целом это крепкие ботинки. Они сделаны из высококачественной кожи, они блестят. Найдите модель, которая вам подойдет. Ту, которая подойдет вашим нуждам и остальной одежде. Потратьте хорошие деньги, и вы будете носить обувь, в которой вы себя шикарно чувствуете, и выглядите на миллион баксов. Далее поговорим про аксессуары. Мы поговорим про украшения, часы, очки. Все, что вы носите, чтобы добавить индивидуальности. И классический мы начнем с авиаторов. Прекрасная пара очков. Присмотрите вайфареры или клабмастеры. На этом рынке широкий выбор солнечных очков, друзья. Начинайте с классики. Далее поговорим про заботу о вещах. Вы должны начищать их, чтобы не было царапин. Если есть кожаные элементы, как ремешок на часах, он не должен быть изношен. Замените его, если необходимо. Что касается украшений, держите их в чистоте. Особенно, если там есть камни. Они не должны выглядеть поношенными или сломанными, когда вы их наденете. Далее избегайте больших логотипов. Пока вам не будут платить бренды, друзья, не нужно носить вещи с огромным логотипом, который можно увидеть за 5 километров. Этого лучше избегать, потому что это выглядит пошло. Маленькое лого, да, превосходно. Но когда вы увидите повторяющиеся логотипы на штанах или рубашке, я стараюсь перейти к следующему варианту. Это выглядит некрасиво. Также стоит избегать пестрых галстуков. Пестрые галстуки, пестрые платки. Нужно быть очень осторожным с пестрыми вещами. Они на самом деле могут испортить наряд. Выбирайте однотонные цвета. Это классика. Посмотрите, как я одет. Темный костюм, белая рубашка. Если потеряетесь, вспомните, что главное – это простота. Далее, господа, безупречный уход за собой. И начнем с ваших рук. У вас чистые ногти? Хорошо пострижены? Вы кусаете ногти? Если у вас с этим проблемы, друзья, у меня есть целое видео об этом. И вы моете свои руки. Они чистые? Друзья, это важно особенно, когда вы тянете свою руку для рукопожатия человеку, который потенциально может дать вам работу или кредит. Далее, что с вашими зубами? Посмотрите на себя в зеркало. У вас желтые зубы? Или они испачканы? Или ваши зубы просто выглядят неприятно? Если да, то вам нужно сделать их белыми и прямыми. Далее поговорим о побритости. Если вы ходите с неряшливым видом, если вы ходите с щетиной, это отлично сработает, когда вы будете на свидании с девушкой, потому что девушек это привлекает. Но что касается прогнозов в деловом окружении, вам нужно принять решение. Или вы идете с бородой, но с идеально ухоженной, или же идеально побритым. Далее поговорим о классических прическах. Здесь много вариантов. Я настоятельно рекомендую три. Первая – это короткая стрижка. Классическая сайдпарт и классическая квив. Что касается товаров по уходу, вы увидите товары для придания блеска, как помады или глина, которая практически не придает блеска. Я считаю, что блеск добавляет шика. Особенно, если у вас прическа с зачесыванием волос назад. Далее поговорим о безупречном виде одежды. Итак, ваша обувь, она должна быть начищена. На ней не должно быть потертостей. Они не должны выглядеть, как будто вы никогда их не чистили. Что касается одежды, убедитесь, что она чистая, поглажена и без дырок. Также вам нужно знать, что это и как им пользоваться. Это утюг. Вы можете прямо утюжить хлопок или лен. Если у вас есть пара хлопковых брюк или льиная рубашка, вы можете сами их прогладить. Я хочу быстро поговорить о цвете. И, к сожалению, большинство новой одежды, после нескольких стирок, что вы замечаете? Что они теряют насыщенность. Главное здесь использовать порошки, которые не повреждают ткань. Одежду нужно стирать только если она грязная. Так много людей, которые носят джинсы пару часов и закидывают в стирку. Хотя они даже не испачкались. Поэтому стирайте одежду только тогда, когда она грязная. И если это возможно, выводите отдельные пятна. Друзья, и какое же мое видео без разговора о пирамиде стиля? Размер, функция, ткань. И это следующее, на что вам нужно обратить внимание, если вы хотите выглядеть на миллион баксов, не меньше. Все должно быть как с иголочки. Не важно, тратите вы две тысячи или двести долларов на костюм. Он должен быть подогнан. Правильное назначение. Не надевайте костюм, если он не требуется. Если все одеты повседневно в этом окружении. Ладно, если вы в Сан-Франциско в поисках стартапа, нужно одеться лучше. Затем мы говорим о ткани. Покупайте лучше, что можете себе позволить. В сегодняшнем видео я говорю в большей степени об экономии. И вы можете здесь сэкономить. Идите в торговый центр, найдите одежду, которая вам нужна, и дождитесь, когда она будет на скидке. Точно определитесь с рубашкой, и вы будете знать, чего хотите, и будете следить за скидками. Или найдите что-то равнозначное по отличной цене. Друзья, следующий пункт, как выглядеть на миллион баксов без траты целого состояния. И это главное, вы должны быть уверенным. Вы должны знать, чего придерживаетесь. Вы должны быть смелым, чтобы выглядеть лучше всех мужчин в комнате. Я не говорю, что всегда нужно носить костюм. Я говорю о том, чтобы вы носили одежду, которая передает ваш посыл. Итак, вы должны знать, чего придерживаетесь. Должны знать, кто вы. Начните с малого. В последний год, я был увлечен поиском своего аромата. Аромата, который я буду обожать. И когда я его использую, я чувствую себя гораздо лучше. В жаркие дни, как сегодня, я люблю применять его. Я хочу, чтобы вы посмотрели это видео, где со своим гостем в деталях рассказываем, как найти свой аромат. Друзья, я хочу, чтобы вы стали мужчиной, каким хотите быть. Итак, если у вас есть вопросы, хотел бы увидеть их в комментариях внизу. Субтитры создавал DimaTorzok